С днём рождения, любимый город! В этом году мы постарались сделать парки все тематическими, поэтому в парке юбилейная сосредоточена площадка, посвященная детям, ну и, конечно, их родители тоже могут поучаствовать в нашем празднике. Поэтому всё, что связано с детьми, с детством, находится в парке юбилейная школа. Это мастер-класс по уличным танцам, мы обучаем горожан современным видам искусства. А есть какое-то самое простое элементарное движение, которому можно обучиться даже неподготовленному человеку? Вы не хотите попробовать? Я вот хочу, но не танцор, не получится у меня. Да, хорошо. Самое простое движение. Всё нравится, нам всегда всё нравится. До самого вечера здесь будет? Да. Мне понравилось запускать пузыри и делать квикинг, ну и кататься на аттракционах. А как ты вообще город наш? За что ты любишь наш город? То, что он очень красивый и красочный. Людей в парке юбилейном становится всё больше. Посмотрите, сколько народу. Люди наслаждаются праздником, слушают музыку. Но празднуют день города и в парке Орешково. Что там приготовили для горожан и гостей столицы, расскажем прямо сейчас. А в парке имени Орешково не что-нибудь, а молодёжный творческий фестиваль «Тую». Здесь главной сценой для наших горожан выступает команда КВН «Берег Байкала», а также лучшие творческие молодёжные коллективы нашего города. «Настроение хорошее, несмотря на погоду. Погода, конечно, подвела. Но так вообще мне всё нравится. Спасибо организаторам, спасибо нашей администрации. Мы выбрали двойное название, вроде как бы и под день рождения города. А с другой стороны, для каждого жителя, специально так, для каждого тебя». «Вымою посуду. Это я люблю. Это успокаивает злую кровь мою. И если бы не этот светлый жизнепуть, быть бы мне убийцей. Или вовсе кем-нибудь, кем-нибудь с крылами». Спеть в караоке под открытым небом, послушать стихи на свежем воздухе и просто получить заряд позитива и хорошего настроения смогли те, кто посетил сегодня парк Орешково. Программа здесь продлится до самого позднего вечера. Андрей Слепнёв, Батог Армын. Дневники Дня города. Продолжение следует...